всем привет продолжаем играть властелин колец битву воинств что у нас здесь 2 лин ладно надо отступать что так халду на себя уже не так хорошо чувствует как должен на самом деле значит что у нас по ситуации мы в дерьме если вкратце в принципе не удивлен аккаунт этот невезучий поэтому я обязан просто где-то на сервере другом выбить себе т3 командира заложить так сказать фундамент удачи чтоб можно было нормально играть но сами посмотрите на мою статистику раз флажок 2 флажок еще и третий будет и каждый раз зло как бы сдувается я кстати нашел причину смотрите у нас получается варьяги они переехали на север я конечно был немножко ну как видите вот их герой ходит я был немножко в недоумении как бы у меня появился просто вопрос на хрена мы тогда на юг переезжали чтобы варьяги переехали на север мы идти по ролями поменялись то есть и они поиграли за варьягов и мне понравилось они хотят быть гундабадом выглядит все именно так просто какая-то глупость я не знаю почему люди не могут собраться в одной точке мы вроде бы сошлись с некоторыми людьми на едином фронте но здесь у нас не хватает сил гномы на стеснят и кстати по сути они зерга мол смотри смотри идет армия это все одного человека кстати они зерга берут то есть у них такие блин смешные это я видел тридцать четвертого кажется двалина или тридцать первого там короче бил через хилл через игнорирование защиты командира через убийство больших существ это вообще какая-то дичь ну и понятное дело что моему холдуну даже он не смог ничего сделать он отлетел какие у него еще варианты есть да нет никаких вариантов вот еще у нас как-то ну по крайней мере в гундабаде очень тяжело с игроками именно с опытными я не знаю вроде люди третий сезон уже играют за зло но такие глупые попадаются сборки у них кстати матом и можно будет круто ну час ну например два дня назад человек скидывает отчет пишет уже 50 уровня ну это европейцы гендальф 50 уровня а в отчете его керун 34 хорошо ладно на следующий день уже другой игрок опять пишет у них уже 50 уровня у него у самого король чародей проиграл гендальфу король чародей 39 ну типа но я не знаю у меня вот допустим нет ни короли чародеев ни керунов но я взял трехсотку я взял и обучил командиров то есть хотя бы 1 хотя бы год мага и он уничтожает что мешает им хотя бы одного командира сделать хорошего ну типа не отдавайте лоу-левелами так сказать огребать и писать что но дисбаланс в этой игре ну в общем то тут вы сами все видите рохан давид линдон вот линдон как не справлялся так и не справляется к сожалению ничего не поделать с этим эльфов тоже мало он уже рохан вглубь территории прорубился гномы здесь формятся этот беру единственный клан фермеров вот ну и клан гномов который можно было бы уничтожить по-хорошему можно роханцы там тоже есть но их тут очень мало я всего пару-тройку командиров роханских здесь видел то есть тут нету ничего что нельзя убить я вам сейчас отчеты покажу ну ладно вот пожалуйста гендальф точеный гендальф хорошо это второй бой вот он первый бой вот так он выглядит то есть ну элементарно у меня даже год мог год мог может дать ему отпор хотя как бы ну разницу в шмоте вы сами видеть пожалуйста вот но зло у нас тут слабовато конечно я не за всех говорю не за всех но бывает иногда такие дикие отчеты скидывают что просто глаза на затылок вылезают вот поэтому именно по этой причине надо как бы искать другое зло может быть даже я буду собирать за игру за зло не знаю потому что ну рандомов искать такой себе уже третий сезон подряд я в этом убеждаюсь поэтому надо собрать активную гильдию желательно о шлем спасибо только мне не сильно поможет конечно в этой ситуации но я еще повоюю мы еще повоюем надо советы закончить чтобы этим атомы были потому что там меня этим зеленые артефакты ждут в сундуке не ждут не дождутся когда их заберу а давай на крылатых то я крылатых нанял не использовал в принципе не вижу им здесь применение сейчас зачем они мне так чисто для галочки так еще два совета да этот мы сделаем и бомба нем один ускорением как-то так совет на цистара есть но не могу сделать у меня только хамал есть была бы тень еще без вопросов так давайте заберем атомы сейчас отчеты покажу просто какую грязь вообще мой год мак творит и что из себя гномы представляют да ничего они не представляют по большому счету так вот это пойдет конечно лунный сахар не знаю похоже на лунный сахар репутация этого курона ну лунный сахар который в этом скайриме короче ну вы поняли так ну репутация продвигается но я чувствую это зря все делаю что скоро возможно это будет заброшенным о можно шлем точнуть тут хорошо шлем хороший для монастака вообще просто шедевральный вот для монастака тролли не знаю как для т4 гунды я их еще не набрал надо крепость улучшить нанять их как следует а потом уже тестировать я даже не уверен что сейчас могу подкрепление довести 10 8 минут они могут сейчас это моментально сюда добраться дальше дальше у нас будут рубежи защиты так ладно у нас по отчетам последние два отчета показывать я не буду потому что их только что показал есть вот такой у нас отчет гендальф здесь тут равный бой на 43 гендальф через т4 гномов и через двух стрелков вот так он выглядит это раз далее а это второй бой это второй бой он не стал отступать и умер в итоге да есть еще один гендальф 48 но здесь уже в мою пользу размен принципе то хотел через с учетом хилла плюс-минус равна вот пожалуйста год макс стоит с гендальфом это если навыки перри вкинуть вот это вот вообще какое-то кощунство я не знаю что это такое ну как можно вот так просто взять и по щелчку почти три тысячи т4 гномов отдать я не знаю зачем так ставить но видимо он думал что его рагор на всему голова и сможет затащить да конечно но он не затащил мой дали вот такой отчет но здесь легал ос нормально так потрепал на 80 тысяч многовато что-то многовато вот так он выглядит неплохой генды ой гендальф говорю это уже все это шиза легал ос ли голос прямо в глаз вот еще гендальф но здесь не полный как видите год мак прям совсем не полный поэтому проигрышный вариант да и шмот называется что было то и закинул ну бывает не всегда падает все что надо далее у нас вот такой отчет есть против 2 лена здесь конечно не в мою пользу он тут понятно почему тут топоры тут прям такой хороший 2 лен заточены поэтому неудивительно она и плюс это сборка без т4 было потому что они у меня закончились лечились вот я решил просто через этих двух поиграть ну типа для таких существ я думаю для таких войск это принципе неплохой наверное размен были бы т4 умер бы он далее т.л.д. вот лошадиная сила у нас умирает здесь хотя такой себе т.л.д. конечно далее у нас раз отчет еще один 2 лен очередной тоже заточенный такой заряженный против гендальфа еще есть отчет он пожалуйста но здесь гендальф сдох конечно хотя шмот как бы тут опять же соляночка но зачем вот это нужно крестик ну поставь ты лук хотя он через людей играет он чисто через людских лучников тогда ладно и далее три отчета подряд от год магата его просто оставил на плитке и пошел кушать условно налетел 2 лен на него погиб в итоге вот такой 2 лен а ну это он недавитый просто был убился об него раз 2 2 лен похоже убился об него 2 вот еще и у гендальфа возникли проблемы забуксовал он здесь конкретно так он выглядит пожалуйста т4 замечательный просто тут уже до гимли добил но прок 7000 хотя бы получил далее у нас гимли убился об халдуна халдуна также споткнулся гендальф хотя тут равная потеря в принципе не знаю что-то как-то мне к халдун перестал быть таким эффективным насколько он был ну и последние два отчета я уже вам показывал но так в целом продолжаем сражаться ждем когда нас уничтожат этот союз гондора рохана эребора и арнора кстати у арнора всего одна территория осталось да они уже практически не жильцы блин ну гномов здесь уже много причем до этого они как бы не сильно наступали не сильно не наступали по той причине что они забирали пиларгиру это очевидно вот а потом как освободились мой роханцы здесь уже на подходе ну типа но тут без шансов в принципе но я повторюсь я уже говорил что здесь габела в этом сезоне и я продолжаю говорить просто потому что у нас зло не может собраться ну и многие уже видимо забросили не играют активность упала так значит касательно твинка здесь ничего особого не происходит но я здесь выбил парочку героев это ты отдан раз и роган 2 т22 вот давайте вам даже покажу то вдруг кто-то мне не поверит скажет да ты купила рогана за сотку нет как видите получен его его пригласительное письмо поэтому здесь я чист ну в целом здесь продолжается фарм очень много союзников вокруг меня просто какое-то невероятное количество они повсюду посмотрите сколько здесь поселений это просто забей конечно соседство за соседством не все играют конечно но мы будем смотреть как тут дальше все будет развиваться опа нифига себе тут и да вы гоните как это вообще возможно уже 2 но отличный доспех на огонь можно на основе мне один хотя бы пожалуйста зачем них два на твинке игра ты чё делаешь блин но это капец но зато будет 2 лин здесь заряженный и какая разница ну как то так получается забавно овощи здесь мотом за усовершенствование блин вот за соточку еще надо будет забрать пять штучек чем будет замечательно что у нас здесь ничего интересного он давайте немножко по открываемся тут так и 5 такое на здесь у меня почти 900 билетов наверное золотую шмотку какую-то буду брать не знаю на днях еще какое-то золотое украшение золотое украшение для короче этого ну который дает защиту гномом и концентрацию забыл как она называется у меня было на основе такое вот короче влила в эту варфу его и как-то вот так у меня выглядит алрахир плюс я шлем заменил сделал на урон для дальников на безумие вот но принципе неплохо себя показывает вроде как он по крайней мере в пв по расчетам мне нужно 115 уважения лара хиру потому что еще 300 я заберу с испытания вот с этого сундука вот здесь уже другая репутация поэтому мне интересно короче надо двери в веревке на него выбить или одну веревку и совет тоже подойдет так здесь у нас до старта компании остался осталось 27 часов но на момент выхода видеоролика 9 часов утра отнимаем 6 часов 21 час где-то остался короче да я кстати выбил в магазине наконец-таки знамена гиля но так как я взял отличную броню то билетиков на два знамени мне не хватило я взял только одно вот мне остается одно до 5 уважения но это не проблема как бы найдем соберем ничего страшного бесплатку сюда ничего интересного ну и в принципе на этом у меня все всем спасибо за просмотр до встречи